привет шкодоводы и вот мы и начинаем тест этой присадочки присадочку я перелил в чем косяк этой баночки когда вы накручиваете вот эту приспособу удлинитель тут у баночки есть края и до выливаете там остается примерно 10 миллилитров плюс-минус это что такое присадка наши вот такая жидкость вязкая видите с какой-то вон с какой-то взвесью все так видно мысленистая жидкость зверь известнее есть какая-то непонятная сейчас я прикручу к ней этот удлинитель и и максимально зальем ее в бак в чем прикол моего метода люди жалуются на то что в топливе присадки подать в осадок везде вас выпадать в осадок присадки это легко заметно на бензине если вы например как я работаете по вахте заправили прям полный бак или пол бака уехали на вахту приезжаете и машина едет по-другому как бы хуже но как вы освежите бензин сразу машина едет бодрее имеется старение бензина грубо говоря то же самое с присадкой в чем мой метод сейчас мы зальем присадку в бак полностью все граммульки были потому что когда вы улетелись баночку уменьшается доза тут написано что так код присадки тут написано что на один бак одна присадка ровно 90 миллилитров не 80 литров перемешиваем количеством топлива соком этом написано 30 литров могу заправить да мы сейчас будет прикол сейчас я пойду на заправку сами не дают я ему строю скандал разнесу их на хрен короче заливаем 30 литров это достаточно куча чтобы перемешать топливо и пока она все это взвеси все свеженькое мы сразу валим на трассу и сжигаем весь объем и тогда по очень большой вероятности из-за правильности всей методики и того что движок обкатан нагет примерно 20000 он раскрылся вот здесь вот я рассчитываю на появление 04 на холостых на данный момент у меня бензин 6 6 литра за длительный период 375 километров посмотрим что будет дальше пошел заливаться ну или там что может поскандалить там короче замутил я вот такую приблуду сейчас все зальем до миллиграммы и поставив антирадар пойдем валить так заливаем все в бак подержу все так это в помойку все 31 литр 98 копейка в копейку короче когда вас обманывают на заправку идите и ругайтесь здесь не обманывают один раз был контент просто мне не было времени едем тестим так обнуляем за длительный период едем тестим полный бак все итак первые данные пройдено 149 километров на девяносто восьмом бензине на масле 0 в 40 часть дороги с энергичными обгонами в режиме жарева но не начало гнал 200 я просто шел на круизе 110 10 При обгонах, естественно, было больше, энергичные такие жаркие обгоны были. Двухполоску шел уже на круизе 110. Как видите, с момента заправки 5,8 заправился перед выездом. С момента пуска 6,0. Залитный период 5,8. 98-й бензин на топливной присадке. Пока что все у нас хорошо, едем дальше. И еще хотел сказать, водители на Kia Optima, особенно GT, крайне некультурные. И я бы их назвал дорожными гандонами. Все эти машины просто называются GT, но не GT, не гран-туризма полноценная. И вообще никакая не гран-туризма. Куда ты прешь, они подрезают, хамски водят. Короче, будьте внимательны, они такие же плохие, как камриводы. Итак, пройдено 150 по трассе. Грубо говоря, получается 90 километров по городу. Расход на момент заправки 5,9. Коммента пуска 6. Длительный период 5,9. Что у нас? Холостой ход. Пока 0,5. Сейчас гнал, выехал из города. Масло 110. Вот такие данные пока. 98 с присадкой на масле 0 на 40. Так, 396 километров. Это все почти трасса. Из них 100 километров. Или 110 примерно по городу. Остальное все трасса 5,8. А, ну даже 401. 5,8. Длительный 5,8. Момент заправки 5,8. Момент опуска 5,8. Какая стабильность. Как видите, ребята, 0,4 появилось. Но это не у меня. У меня стабильно 0,5. Поменяла топливо на 95. Как видите, только испортилось показания. Стало 720 заправки. До этого было 6,2 за длительный период. Ну, что сказать. Методика была мною частично нарушена. Суть такова. Надо залить присадку в бак. Ну, может, в полбака. В идеале на почти пустой бак. Но если у вас полбака, у меня было 25 литров топлива. Нужно было залить. Это все перемешается. Качественно заливаете полноценно, как я показал ролики. Заправляете высокооктаном и топливом. 98, например. Надо сразу выйти на трассу и сжечь весь бак. В этом вся суть. Например, хоть едете в далеком путешествии на море. Вот так сделаете. И после этого нужно, как вы сожгете бак, залить уже, например, был 98, залить сотый бензин. И с большой вероятностью у вас появится на 1,4 расход 0,4 литра. Про это нам рассказал, как сказать, мою методику. Человек проверил. И у него получилось на... В футсвагене 1,8 у него литра объема, он сказал. Было 0,8 при обкатке. Потом было... После первой присадки стало 0,7. Сейчас он сделал так, как я сказал. Залил топливом. Весь бак сжег. И после полного... Как бак сожрало у него. Задал туда сотку. И теперь у него 0,6. Этот человек у нас в группе. Все свои его картикоординаты и фотографии он там предоставил. Так что... Все-таки шанс есть. Как-нибудь попробую сотый бензин. Ну а так, что подачистить топливную систему. Жидкость такая мысленистая. Химии не отдает. Будем думать, что... Хуже точно не стало. Но на 0,4 мы еще постараемся выйти. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал. Так, если нет, если нет, то никого нет. Просто считай, газ в полу не готовит. Нет, да. Сначала бодро. Да, успеем. Сейчас я отжимаюсь. И тормоза, да, то проверим. На липучке. На липучке, да? Там еще липучки были. Я говорю, блин, я уже 80 лет. Я говорю, блин, а сразу же мне на липучке в поворотах ходить? Нет, нет. На липучке, я не знаю. Я говорю, блин. На липучке страшно. На липучке страшно. Ну, тяжело его утащить. Так, здесь направо. Право, да, да. Да, да, да. Смотри. Да, да. Смотри. Ниже. Ниже. Ниже.